всем большущий привет с вами эри и добро пожаловать на восьмой урок моего курса кей поп хореография новичок не обращайте внимание на мой образ я только со съемок но все же вы сейчас обратили внимание я в лосинах в танцевальном купальнике а все потому что в этом видео мы займемся движениями именно движением на растяжку и на гибкость вашего тела да да именно это очень важно очень важно для танцора что ж если вы занимались первого урока моего то вы знаете что я вам давала в каждом конце урока в каждом конце урока я давала вам по движению на растяжку и гибкость и просила вас каждый раз повторять его пробовать каждый день через день но развивать себя с помощью тех движений которые вам дала на растяжку и если вы честно занимались до этого момента с первого урока и по этот урок теми движения то вы по идее уже должны хотя бы на 90 процентов садиться на шпагаты или прогибаться в спине или еще где-нибудь забрасывать ногу и так далее то есть если вы не делали те движения а халтурили ну что ж поделать вам будет сложно в этом уроке по крайней мере этот урок важен и вы просто будете работать над ним больше нежели другие те которые занимались и активно принимали участие в своей растяжке и своей гибкости что ж давайте приступим и например мы возьмем одно движение для растяжки из black pink и давайте его посмотрим давайте сначала разберемся в том в технике как она все это делает вот эту комбинацию лиса опирается руками сначала у пол и только после того как она прикоснулась к полу у нее открывается ноги на шпагат то есть она делает практически шпагат не полностью но делает дальше ложится и собирает при этом ноги вместе назад да и поворачивается на животике в сторону приподнимается на коленке вот касается сзади пола и делает прогибание прогибание в спинке то есть назад и ныряем ручки голова прогибаем спинку дугой тогда то есть это вам показала шпагат боком давайте к вам лицом что мы делаем мы касаемся срединки и открываем наши ножки в шпагат открываем не нужно полностью садиться вот задержали вот такое где-то расстояние да если вы не садитесь на шпагат но постойте вот так несколько секунд постойте постойте ну вы должны уже так стоять потому что вы должны были заниматься своей растяжкой если вы занимались я вас просила об этом тогда и ложимся на живот и и саживаем ножки вместе назад далее на животике поворачиваемся правую сторону повернулись поднимаемся на коленки вот обратите внимание ножки у меня стоят на пальчиках вот мы не ложимся полностью стопа вот не выравнивается вот так а на пальчики касаемся сзади пола и ныряем вперед ручки голова прогнулись тогда что уж давайте попробуем под музыку именно вот эту комбинацию берем следующее движение это тоже для растяжки ваших ног и мы возьмем его из хореографии джесси смотрим девочки стоят попой да я стану к вам боком не будут будет не очень хорошо если я стану к вам попой и буду что-то там говорить то есть вы заметили они опускаются так вы заметили они еще делают поворот то есть взмах их волосами со своими это не обязательно делать вам главное сделать прогибание то есть вы заметили у них ноги порой то есть на ширине плеч и они опускаются при этом касаясь пола да и подымаются также то есть вы Обратите внимание, когда они прогибаются, у них коленки не сгибаются. То есть вы должны растягивать вот эти связки. За коленами у вас есть тоже связочки, да. И мы их должны растягивать. Понятно, что вы все не сможете достать с ровными ногами к полу, если вы раньше не занимались растяжкой. Кто занимался, это сделайте. Те, кто не занимались, хотя должны были заниматься, ставьте ноги максимально вот так. Давайте сделаем, да. И касайтесь пола. Касайтесь, касайтесь, касайтесь. Затем меньшее расстояние, касайтесь, касайтесь. И постепенно уменьшайте ваше расстояние. И желательно, чтобы ваши ноги были вместе, и вы тоже смогли касаться пола. То есть ноги должны быть всегда ровные. То есть в любой позиции ног вы должны касаться пола с ровными ногами. То есть это вы прорабатываете каждый день, через день, но прорабатываете. То есть что касательно вот этого движения, то у них ноги где-то вот так на ширине плеч. То есть они с махами головой опускаются к полу, касаются и медленно поднимаются. Попробуем вместе Джесси. Следующее движение тоже для растяжки ног. Мы возьмем из хореографии Эйтис. Смотрим. Вы увидели, это бросок, взмах ногой. То есть они делают, одна половина парней делает с правой ногой, одна левой. Вы должны уметь делать и той, и той ногой. То есть это ваша, опять же, растяжка. Чтобы максимально высоко поднять ногу, нужно тренироваться. А для того, чтобы тренироваться, нам нужно прорабатывать некоторые движения. То есть вы можете это сделать возле стенки, просто бросая ногу. Бросая ногу на 90, выше и выше. То есть левая нога, тоже правая нога при этом. Обратите внимание, когда вы собираетесь бросать ногу вперед, она должна немного быть отставлена назад. То есть это как бы ваш разгон. И только тогда вы бросаете. Выше, выше, то есть постепенно выше, выше, выше. Пока, пока долба не достанет их. Я шучу, конечно. Долба не обязательно, вы не балерины. Но все же. Вперед, в сторону. Также, опять же, нога разгоняется сзади. Вот, прячется за левой. Мы делаем разгон. И также назад. То есть держишь за стенку и бросаем. И с обеими ногами. То есть вот так прорабатывайте. Прорабатывайте свои ноги по очереди. И тогда уже пробуйте делать как Этис. Давайте разберемся, что делает парни. То есть изнутри в сторону нам нужно ее сделать. Вот полукруг нарисовать. То есть раз, два. То есть так же и с левой. Раз, два. То есть раз, на месте просто делайте, не высоко. Вот. Максимально, как вы можете поднять. Просто вот. Раз, два. С прыжком. С прыжком. То есть и постепенно выше, 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 чтобы сделать как Этис. То есть вы должны делать и той, и той ногой. Но для начала возьмите, например, правую и репетируйте правой. Но желательно две одинаково. То есть раз, два. То есть просто на месте сделайте раз, да? Пам, па-пам. Обратно. То есть машите ею куда хотите, вертите и бросайте. Но вы должны разогреть ваши связки, ваши мышцы. Все должны гореть. Кто не занимался раньше на другой день, у вас будут болеть ноги, не знаю, руки. Все, что вы растягивали, будет болеть. Это хорошо. Если не болит, значит вы плохо тренировались. Что ж, ну давайте сделаем как Этис. Следующее движение мы возьмем для гибкости спины. Ну там и ноги задействованы, но в основном это спина. Можно даже сказать, это не движение, это такая позиция. Но очень хорошая, полезная позиция для того, чтобы прогнуть вашу спинку. Давайте посмотрим. Я хотела, чтобы вы обратили внимание на ту девочку, которая лежит на животе и поддерживает свои ноги. Не на всех девочек, а именно на одну. То есть нам нужно принять позицию лежа. Лежа. Ложимся на животик сначала. Опираемся на правый локоть. И немного поворачиваемся к зрителю. То есть ложимся практически на бочок. Практически. Левая рука придерживает нас впереди. Вы заметили, у нее одна нога поджимается, то есть поднята. Она стоит как бы на колени. И вот, а вторая вот так. То есть мы заметили, спинка прогибается. Прогибается максимально у нас она. Вы даже почувствуете некую боль, кто раньше не прогибался. То есть ваша задача подпереть левую ногу под коленом. Вот этой правой ногой. То есть стопа должна поддерживать наше колено. Вот левой ноги. Для начала подставьте ногу. То есть повернитесь на животик. Вот. Не поднимайтесь сначала. Не отрывайтесь от пола. Лежите на полу. Сначала подобрите ногу. То есть зафиксируйте позиции. Вот. Зафиксировали. И только тогда поднимаемся. Поднимаемся и прогибаем спинку. И вот, пожалуйста, дидади там. Начало такое как раз. Несколько секунд. Посидеть. Посидеть. Также вы можете сделать и с другой стороны. То есть это движение, эта позиция очень полезна для того, чтобы ваша спинка привыкала к вот этой гибкости. Чтобы она в дальнейшем могла очень хорошо прогибаться. То есть это сделаем вместе с девочками. Вот под этот вот несколько секунд мы посидим так. Следующее движение мы возьмем из хореографии хвасы. Это снова же для гибкости вашей спинки. Смотрим. Все на коленях. Я не шучу. Приземляемся мы на коленях. Не отмыкаем их. Вот на такой. То есть мы должны стоять на носочках. Не опускаем. А вот стоим на носочках. Попа сидит у нас на ножках. На пяточках, можно так сказать. Вы заметили, как она ныряет. Она ныряет захватом руками. То есть нам нужно сначала поднять попу, захватить руками что-то. То есть делаем захват, при этом прогибаем спинку. Прогибаем. Вот. Плечи падают назад. Спинка прогибается. И мы касаемся пяточек. Потом только опускается у нас попа обратно. То есть нам нужно сделать прогибание. Попа не должна выпрячиваться назад. Мы должны ее вперед. То есть мы должны стоять как дуга. Как дуга. И с захватом рук. То есть захват. Попа не сидит. Приподнялась дуга. Раз. Раз. Вот. Остановились. И дальше идет волна. Как делать волну? Опускается вот попа. Грудь выходит наперед. Снова грудь делает захват назад. Вот такой захват. Раз. Попа поднимается. Попа опускается. То есть постепенно. Грудь. Таз. И постепенно. Раз. Два. Это очень полезно для вашей спины. Давайте попробуем вместе с хвоста. Следующее движение тоже для спины. Это не движение, а скорее всего позиция, которая очень полезна для растяжки не только спины, но и мышц. И связок ног. Вы видите, как он встает. То есть его поднимают. Но так как вас никто поднимать не будет, вас никто не заставляет самостоятельно подниматься. Кто сможет – молодец. Кто нет – лучше не нужно. Без чьей-то помощи не нужно так подниматься. Но для чего я взяла эту позицию? Для того, чтобы вы просто полежали в такой позиции. То есть ножки. Вы заметили, мы сидим на попе практически. Ножки открыты. И ложимся на спину. На спину ложимся и лежим. То есть здесь вы чувствуете, как растягиваются ваши ножки, вот связки ваши растягиваются. И вот так лежите. Лежите, поклацайте в телефоне или где-нибудь еще, то с чем-то займитесь. То есть вас я не заставляю подниматься, как он. Вот так. Да. И подниматься. То есть ему помогают, его поддерживают остальные мемберы. Вас никто не поддерживает, поэтому я вас не заставляю. Но если вы сможете так подняться, то пожалуйста. То есть ложимся и лежим. И можете подняться, если у вас получится. Пусть. Задача ваша – просто полежать, полежать. Еще одно такое движение для спинки. Это некий такой мостик. Давайте посмотрим на примере Эйтис, а точнее Мэмбера Сана. Смотрим. Так. Вы заметили, как он приземляется? Он не встает сразу на мостик. Он просто касается земли рукой. Но поднимается он через мостик, через дугу. То есть прогибая спинку. Прогибая спинку и вырастая. То есть постепенно у нас поднимаются ноги, таз, грудь и голова. То есть падаем мы обыкновенно. Но поднимаемся мы, отталкиваясь рукой от земли. И постепенно дугой. Дуга нас выравнивает. Натяните любую линейку, которая гнется. Вы заметите, как она выравнивается обратно. Так уже и вы должны. То есть вы опустились, задержались, отталкиваясь, поднимаетесь. Раз. Два. Это сделать можно на любую руку. На любую. Но прогибая спинку. Ничего сложного, но это очень полезно для растяжки вашей спины. И в дальнейшем для любых мостиков. Давайте попробуем вместе с Саном. Еще одно движение для вашей спинки. Смотрим. Это Джесси. Так, вы заметите, я стану к вам боком. Что они делают? Джесси и ее потанцовка. Они ныряют, затем прогибая спинку, останавливаются вот в такой позиции. То есть вот так и задержались. Прогнули спинку и задержались. И потом идет голова, да. Это делать не обязательно, но вы сделаете. Потому что мы уже учили вот это движение головой. При этом они еще постукивают ножкой. Пяточкой левой ноги по земле. То есть голова ныряет назад, грудь падает. То есть плечи падают назад. Немного согнулись ножки. То есть обратите внимание. Коленки немного согнулись. Мы задержались. И раз. И два. И три. И четыре. Выровнялись. То есть все, волна, вот это прогибание, мы должны уже знать. Вы должны уже знать. Мы это все проходили. Голова тоже мы проходили. Но это движение очень хорошее для вашего баланса, во-первых. То есть вы не должны падать. Вы должны задержаться в одной точке. И для вашей спины. То есть прогнулись и задержались. Пускай ваша спинка привыкает к такой позиции. Давайте попробуем вместе с Джесси. И для вашей спины. И для вашей спины. И для вашей спины. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok